Сама аппаратная программная корпуса делится на три части. Это местность, значит, то, что мы сейчас создаем, областной, федеральный. То есть сюда должны входить еще финансирование областной и федеральной структуры. Это еще только первый этап комплектации того оборудования, которое необходимо. Это контроль автобусов, техники. Тут не показано, но по принципу городских автобусов у нас отслеживаются и школьные автобусы. Мы уже ведем с предприятиями горсеть, водоканал, горгаз, теплосети, которые разрабатывают свою программу. В дальнейшем она будет интегрироваться к нам. На сегодняшний день мы провели практически инвентаризацию всех камер, которые есть в городе. Независимо, муниципальная, частная, их более полутора тысяч. То есть у нас они уже, в коридоре у нас есть карта, и они все обозначены, где какие камеры стоят. В Ногинске, когда там выступал очень интересный представитель Сингапура, он, значит, рассказал, как они работают. Тоже была большая преступность, как охватить город. Город большой, его охватить со всеми трещобами и прочим. Они решили вопрос, на каждое такси поставить камеру, и камера будет интегрировать в ЕДДС. Этим они охватили весь город и весь район. То есть это очень интересно. В Волгограде сделали, там пошли по такому пути домофоны. Все домофоны оснастили камерами. То есть вот эта территория, прилегающая к жилым массивам, они просматриваются. И поступает сигнал, если в ЕДДС, с ЕДДС могут связаться по домофону, через домофон с любым жителем города. А свои камеры будут установлены какие-нибудь? И не пойдете ли вы, скажем, по пути своих сингапурских коллег поставить на родину? Нет, там камеры есть тоже. Это я просто один из сегментов сказал, что вот так можно сделать. Я думаю, что пока на сегодняшний день не утвержден план работы вот именно Москвой, камерами нет, не будет. Но у нас есть 28 камер муниципальных. Я думаю, что в процессе, когда будет приобретено еще оборудование полностью, то есть этот вопрос будет решаться и заводиться. Вы затронули такой интересный пример Сингапура. Я, насколько знаю, они используют аэродроны в полицейских патрулированиях. Не планируется ли у нас, поскольку все-таки администрация, ну это достаточно центр города, и в зону действия дрона может попадать радиус до 5 километров, использование таких средств технических в городе Балакова? Ну, в безопасный город это не входит пока на сегодняшний момент. В самой программе? Да, в программе это у нас не прописано.